Привет, друзья! 23 июня 2019 года. Кто смотрел предыдущий ролик, как я высаживал помидоры, помнит, что я высаживал их где-то здесь, прямо в этот клевер. Внимательный зритель их увидит. Сейчас начнем облагораживать территорию, на которой растут помидоры. Они зацвели, но чувствуют себя не очень хорошо. У нас не было ни одного дождя с того момента, как я их посадил. Нижние листочки уже желтеют. Так, с чего я начну? Я начну с того, что сейчас скошу весь клевер, который здесь растет. Руками теперь доберем то, что не скосилось. Вот такая прополка помидорной грядки у меня. Моя задача вырастить томаты и подготовить эту грядку для следующего сезона, чтобы здесь не было травы. Вот так, не выдергиваясь корнем, между помидорами я ручками просто рву. Вот уже появились помидоры. Вот эти желтые листья, как уже не нужные, я удаляю. Пасынки удаляю. Первая цветочная кисть, этот пасынок остается. Все остальные пасынки будут удаляться, но пока их больше нету. У меня получилась вот такая высота чистого ствола помидоров, сантиметров 15-17. Сейчас я быстро обломаю листья, желтые листья настольных помидоров, пасынки. Первая цветочная кисть завершковался, больше он вверх не растет. Пасынок под первой цветочной кистью оставляем. Итак, помидоры пропасынкованы, прополуты, если можно так сказать. И сейчас мы эти томаты будем закладывать травой сантиметров 20 высотой. Все, закладываем эту грядку с помидорами в толстом слое свежей травы. Погода стоит жарко, сейчас трава, верхний слой быстро высохнет. Трава начнет плеть, перерабатываться бактериями, червяками там, и во время дождя этим питательным веществом будет подпитывать помидоры. Через пару недель, когда я сниму следующий ролик про эти томаты, я вам гарантирую, что вы их не узнаете. Вот и все, получилось две окученных травой грядки с помидорами. Слой травы довольно толстый, сантиметров 20. Она очень быстро сядет. Зато под такого слоя трава никакой расти не будет. И на следующий год у меня будет чистая, без травы грядка. А в этом году я еще с нее соберу помидоры. На этом пока все. Увидимся через пару недель. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Впереди еще много интересного. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Ух!